Первое. Вот когда пошли люди к Андерсу, освобождённые, вот они шли, 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 их уже в первые два месяца, несмотря на все препоны, их уже было 24 тысячи, то есть лимит на армию как такового был. Вроде бы их терпан, но была очень странная вещь. Среди них практически не было офицеров. То есть офицеров было очень мало. Вот тогда их начинают искать. Всего было отправлено более 50 официальных запросов Сталина. Где? Вполне понятия не имею. Потерялись. Да, потерялись, но нет. Поиски были поручены в ту пору уже адъютанту Андерса, вот тому самому Чапскому. И вот об этих поисках он написал книгу, которая называется «На нелюдской земле». То есть на бесчеловечной. Вот как их искали? Искали, искали, их не нашли. В 43-м году вот, как гром среди ясного неба, немцы сообщают, что вот нашли под Катынью. Там тоже был пропагандистский момент. То есть они подали цифру 15 тысяч. 15 тысяч – это примерно число всех офицеров. Столько, конечно, в Катыни не было. В Катыни было около 5 тысяч. Здесь 3494 человек лежат. И там еще, значит, Осташков, Быковня и неизвестный белорусский список. То есть неизвестно. Неизвестно где. Да. Ну, опять же, как потом? Я опускаю, хотя это достаточно интересная вещь, как люди... А, да. И тогда же Андерс дал... Те, которых не расстреляли, их отправили в отдельный лагерь Грязовецкий. Вот я говорю, 494 человека их было. И Андерс попросил их сосредоточиться и вспоминать имена всех, кто с ними был. Вот, собственно говоря, это можно считать началом поисков пропавших. Эти списки были составлены. Один человек просто жизнь на это положил, на то, чтобы не только вспомнить, что его память держит. Ну, и путем опроса и так далее, и так далее. Вот. Что было потом? Потом говорят, что Горбачев сознался. Ну, это правда, Горбачев сознался, когда Горбачев признал вину. Ну, но... Но это было не так, что вот проснулся и думает, а не сознаться ли мне. Это было несколько по-другому. Почему-то, я не знаю, почему бы об этом не говорят. Просто с началом перестройки страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, и поляки стали требовать, чтобы обнародовали секретный протокол к пакту Молотова-Риббентупа. То есть то, что этот пакт был, это, естественно, всем было известно. И даже было известно, что существует секретный протокол, никто не знал, что в нем. Понятно, значит, если он обнародован, это доказывает, что Литва, Латвия, Эстония присоединены незаконно, но и доказывает много попозже. Это было огромное общественное движение, и там даже переписка тогдашних членов Политбюро, то есть, к слову сказать, Шеварднадзе, пишет, что, а может быть, нам все-таки рассказать, как было на самом деле, может быть, это было бы меньшее зло. Вот, ну и в результате, да, и мощное, естественно, движение, Катынские семьи, так называемые, это сейчас одна из самых многочисленных, очень серьезных организаций в Польше, Ну, выяснилось, что все есть, они все помнят, они помнят, когда перестали приходить письма и так далее, и так далее. Таким образом, Горбачев вынужден был, ой, Горбачевша, я не говорю, вынужден был в 91-м году сознаться. Тогда же была проведена первая эксгумация, ну, и здесь, и в Асташково. Ну, это было, в общем-то, довольно странно, потому что эксгумация длилась 10 дней, их вот сюда вот привезли, здесь был лес, и сказал, ну, ищите, ребята, ищите. В 92-м году был заключен договор межправительственный между Польшей и, ну, в общем-то, Россией, я не помню, о том, что будет нормальная эксгумация. Выехали люди только в 94-м году, 94-95 год, были эксгумации, какие они были в России, я просто сейчас вам не буду забивать голову, но здесь, в Харькове, работали нормально. Работали все лето, никто не мешал, позволили, что было очень важно, нанять рабочих, потому что, ну, что такое эксгумация? Первый слой снимается или лопатами просто, или даже экскаватором. Ну, ну, нужны люди, это была очень большая проблема, и в Смоленске, и в тех, где этих людей взять, ну, в общем, ладно, это отдельная песня, они не будут. И вот здесь началась эксгумация. Ой, ну что такое эксгумация, господа, это лучше не говорить. На самом деле, я тоже не представляла себе, что это так. Дело в том, что, когда их доставали, видны были даже голосы, и кое-где сохранились, кое-где сохранились ногти. Другой разговор, что тут же, от соприкосновения с воздухом, это все распадалось, вот буквально распадалось. У меня был такой момент, который произвел на меня совершенно, я не знаю, даже слова не могу назвать, какое впечатление. То есть, находится легитимация удостоверения. Нормальное удостоверение, его открывают там фотографии, и мы ее все видим своими глазами. И пока, ага, ага, снимай, она так вот уходит, 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 все, исчезает из отношения, ну, от соприкосновения с воздухом. И вот это вот лицо этого молодого офицера, которое вот было, и вот как в каком-то там вот фильме ужасов, или в каком-то вот мистическом сне, вот так вот берет, 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 берет и уходит. Вот. Чем отличается вот это кладбище от кладбища в Катыни, то есть под Смоленском, и под Калиевом, в Медное? Тем, что, когда начали эксгумацию, то есть и там тоже есть также российские захоронения, российских расстрельных. Но здесь вот как-то вот, вот я не знаю, но вот, наверное, это какой-то там намек на, в общем-то, похожесть судью. Здесь и там, так вот, вот эта часть российские захоронения, а вот эта часть польская. Здесь этого было сделать невозможно, потому что это было так. Вот этот ров с поляками, за ним ров с Украиной, ну, в общем, с советскими гражданами. Это все было перемешано, и сделать отдельную часть здесь, а отдельную часть здесь было невозможно. Ну, что сделали? Над могилами, где были не поляки, ну, это тоже некоторая условность, ставили кресты вот такие православные. Над могилами, где поляки, ставили вот католические прямые кресты. При том, что все понимали, все это знают, что тут не только христиане, тут и евреев очень много, и даже больше еще со времен далеких. Есть много татар, то есть тут и мусульмане есть, и так далее, и всегда делается как бы эпоминическая молитва. Вот, вот это, вот это, это крест вертуки-милитарь. Это высшая воинская награда, и это не, он не просто так, это не декорация. То, что вы видите, как бы, как бы, ржавчина, это не ржавчина. Это по мысли дизайнера, это, то есть искусственная ржавчина, это по мысли дизайнера, это как бы должно было давать память, давать возможность сохранить память и о тех героях, а не герои, которые тащили эту правду из-под земли. Это действительно было так, что... Вот, поэтому вот такие вот они и плиты, и вот все три кладбища оформлены так, за единственным исключением, что здесь они лежат, вот эти плиты лежат, а в Катыни они стоят вертикально, это такая стена. Здесь фамилия каждого. Сюда приезжают, кто бы сказать, в этом году тоже обещали приехать, в Катынинские семьи. Это было не просто дополнительным шоком, но, в общем, шоком, который приближался к шоку от самого факта. Сейчас они приезжают. Ну, еще это, в общем-то, это консульта, наверное, оставила. Вот, что еще можно сказать, что здесь, в этом Старобильске, вот похоронен, ну, это вы все знаете, да, отец Анжио Вайде. В Пятихатках. В Теребийской технике. Ой, простите, да. В Пятихатках. Что здесь похоронен отец Анжио Вайде, ну, он был не очень известным человеком, он был всего-навсего в чине капитана, но, тем не менее, он здесь. Якуб Вайде. Это важно, потому что, если вдруг когда-нибудь вам в руки попадутся... А, да, и еще об эксгумациях. То есть, когда пытались доказать, что это сделали немцы, немцы, немцы. Хорошо, а дневники откуда? Огромное количество дневников, писем находили вот при той первой немецкой информации в Катынике. А это они туда пленных загнали, и эти пленные, пять тысяч трупов, значит, вытащили то, что надо, и положили то, что надо. Ну, замечательно, да. А потом расстреляли, и там, в Катыни, там даже есть, вот, по сей день, есть такая могилка, пятьсот тысяч пленных расстрелянных. Ну, замечательно положили, да. Ну, во-первых, ну, если изъяли все, то изъяли все. А потом, когда Смоленск отбила Красная Армия, там была еще одна эксгумация, уже так называемая, она вошла в историю под названием Эксгумация Бурденко. Ну, профессор Бурденко ею руководил. Так вот, во время этой эксгумации находили документы, которые доказывали, что они были расстреляны не в 40-м году, а в 41-м немцами. Ну, очень интересные документы, например, там была, нашли у одного офицера такую книжечку, чего-то там по земледелию или овощеводству или чего-то в Смоленской области. Вы представляете себе, да, польского офицера, который на груди эту книжечку носит. Ну, вот там это, конечно, была совершеннейшая уже подделка. Ну, а самое главное, если немцы изъяли, то изъяли. А если не изъяли, то как вы что-то находите, да. А если не изъяли, ну, на самом деле немцы делали все очень тщательно. Они действительно исследовали каждый, каждый труп. Все, что находили при нем, абсолютно все. Складывалось в отдельный пакет и прикреплялся номер к пакету и к трупу. Один и тот же. Потом, если его удавалось идентифицировать, приписывалась фамилия. Если нет, значит, он так и оставался, номер такой-то. Таких, к сожалению, тоже много, и такие тоже остались. Здесь уже, конечно, через 55 лет после расстрела такой тщательности, а так же была невозможна. Но это не значит, что ее не было совсем. И здесь, и в Меднам. То есть там, где первая кумация была в 91-м году, и потом последующие 94-95 годы, находили и письма, и газеты, и удостоверения. Я не говорю, что они килограммами, мешками находили. Но это было. К 95-му году, к 95-му, 94-й, к сожалению, приходится вычеркнуть. К 95-му году нашли, постарались, сосредоточились, нашли форму консервации, которая могла бы это законсервировать. В 94-м году удалось далеко не все зафиксировать. Потому что, ну, вы представляете, как это выглядит. Это вот вы берете вот что-то, какая-то вот непонятно что, начинаете очищать. Оказывается, что это бумага, сложенная в несколько слоев, начинается отделение. И там действительно что-то там удавалось прочесть. Ну, письма не могли читать даже мужики с очень сильными нервами. Потому что, понимаете, вот над этими могилами, и вдруг ты находишь, пусть мог, деда, там повреждено. Но, тем не менее, можно прочесть там папочка, а вот там наша родила щенков, приезжай скорее, будем с ними играть. Ну, в этот момент вырывались даже самые сильные мужики. Ну, в отличие же главное тоже между Хайковским, ну, в Хайкове и в Катыни. В Катыни расстреливали-то в Катыни, вот. А у нас расстреливали в НКВД. В центре Харькова. Да. Да, это да. Это и... Излили через весь город сюда, на грузовиках, с которых текла кровь. В Твери было то же самое, расстреливали в здании НКВД и возили. Ну, не слышали выстреливание, заглушали вентиляторы мощные. Там с Катынью сейчас, это момент предмет исследования, есть версия, что расстреливали прямо в Катыни не всех. Что кого-то все-таки расстреливали только не в здании Смоленского НКВД, а там же у них была вилла, дача, вот прямо непосредственно в Катыни, что расстреливали... Ну, это пока еще... И санаторий КГБ. Да, 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 да. Потом во всех этих трех местах и здесь, и в Катыни, и в Медном были построены дачи и санатории НКВД. Ну, все классно вообще-то, так сказать, как бы очень остроумно придумано, потому что зайди сюда на шаг. Ну, вы что, ребята, вы же там больные люди, лечатся, а вы мешаете, да еще какие люди, да, верхушка НКВД. И сюда никто не мог зайти. То есть таким образом это абсолютно охранялось даже от случайных свидетелей. Ну, а что там подумаешь на костях отдыхать? Ну, к слову сказать, к слову сказать, после Катынского расстрела 130, ну, боюсь сказать, 134, может 135, ну, 130 с чем-то людей были представлены к разным формам наград от денежных премий, ну, за успешное выполнение спецоперации. Были случаи, были случаи, несколько случаев суицидов, двое ослепли, несколько сошло с ума. То есть это все, так сказать, как бы, все не так просто расстрелять за одну ночь 250 человек. Ну, что там касается Вальтер, не Вальтер, что немцы сделали, потому что расстреливали из Вальтера, но это все равно, что я скажу, что вы шпион, я забыла, в каком, где, где, где ваша машина, где вашу машину делали? В Турции. А? В Турции. В Турции, ну, вот вы турецкий шпион, значит, в таком случае, раз вы ездите на машине. Да, у нас здесь и есть остался. А у меня вообще телефон сборки, это израильская, так что я израильский шпион. Не сошел с ума, вышла пенсию на заслуженную. Вот и вот как раз и нашли, в 2009 году, когда мемориал попросил генеральную прокуратуру еще СССР возбудить дело уголовное по поводу здешнего места. Это же было секретное место, в отличие от Катыни, которое немцы нашли. Ну, и медное секретное. Вот и мальчики, которые жили в Петихатке, там далеке, там вот поселок, там где Петихатке, которые физики, а тут еще люди тогда жили. То есть, настоящее Петихатке, село Петихатке. Вот, и пацаны находили, когда вымывали воды весенние, находили артефакты, то есть пуговицы от мундира в польских офицерах. Их вот эти артефакты хоронили в отдельной могиле. Они были пустые, вот эти могилы без людей, просто с мундирами, с письмами, с зажигалками, с вещами, да, которые были при них. Потому что наши хоронили в белье нижнем, вот, либо голыми, а их хоронили, вот, тут отдельно вещи, отдельно людей. Вот, наши прямо в белье там забирали, не вывозили сюда, я имею в виду советских граждан. И вот этот артефакт мы начали вымывать, где-то к 69 году начали просто вымываться вот эти вот вещи, пуговички. Ну, люди смотрят, в главном авром пуговице, что это? Смотрят не Российская империя, это другой старшинарю. Вот, и начались вопросы, начались, потом люди, которые здесь жили, начали вот, как бы, разговаривать. Они говорят, мы помним, мы слышали, тут ночью привозили, тут, там, рычали эти грузовики. Мы это все помним, мы ходили, некоторые прокладывались, подсматривали, люди же у нас смелые, вот, что здесь происходило. То есть люди знали и немножко заговорили. Так вот, после этого их еще хлоркой засыпали, вот этот места, чтобы уничтожить полностью следы. Но, видите, вот, как бы, Бог не допустил несправедливости, и такие вот артефакты, которые нашли здесь, в виде газет, датированных точными датами, когда начались вот везти их из Старобельска, из других лагерей, концентрировать и расстреливать здесь, с этими датами газеты понаходили. То есть и уже тут никакие инсинуации по поводу Вальтера, по поводу Бурденко, с этими сельскохозяйственными книгами уже были невозможны. Потому что почему у человека газета, например, от начала марта или конца февраля 40-го года лежит здесь, в могиле, если немцы расстрелялись в 41-м году. Вот, то есть непонятно, почему, что он хранил эту газету, совершенно обыкновенная советская газета, которую они получали, потому что они, в конце концов, добились кое-какого статуса военнопленных, потому что они вообще бестатусные были, непонятно кто. Нет, что это, наверное, нет. Они именно по этому поводу выдавали газеты, потому что иначе и письма же разрешали по этому поводу получать, а иначе бы они ничего не получали. Это же было уже потом они начали письма получать, откуда-то письма взялось. Им не разрешали писать письма, а потом разрешили. Это был неофициальный статус военнопленных, такой, как что в Красный Квест приехал, а такой, то есть они получили право писать, получать письма, вот, очень мало, но они вот сохранились. Опять же, газеты получали, потому что до этого они сидели, вообще никто не знал, Куда исчезло огромное количество людей. И при этом солдат впустили. Сидели только офицеры в основном. То есть солдат они не расстреляли, здесь только офицеры в состав. Ну, солдат не расстреляли, да. Да, еще забыла сказать. Значит, понятно, что война с 1 сентября. Понятно, что были призваны не только кадровые офицеры, были призваны офицеры запаса. То есть тут практически вся элита больше. Мнения историков разделились. Одни говорят, что они работали в Старобельском лагере. Вторые говорят, что это были летчицы. Сложно сказать. Ну, просто нашли двух женщин. Одну лет 25, вторую чуть за 40. В этом алтаре католическом, прямо в алтарь, вмурована частица мощей святого. Здесь, естественно, ничего не вмуровано, потому что весь алтарь и все находится на мощах. Ну, может быть, не святых, но во всяком случае героев однозначно. И вот это, ну, это алтарь. Именно поэтому, потому что, ну, мощей здесь вон, пожалуйста, да, сколько. Именно поэтому это считается признано, что это настоящий алтарь. Ну, я считаю, мое глубочайшее убеждение, что катенское преступление вообще-то распадается на два преступления. Сам расстрел и профанация останков. Согласно конвенциям международным, все останки, всех жертв во время войны должны быть похоронены. Вот Светлана может подробнее рассказать об этих конвенциях. Вот, профанация останков в течение 50 лет, и когда мне говорили, что, ну, слушай, ну, это же, ну, мы-то тут, мы-то тут при чём? Я говорила своим современникам, ребята, вы при чём? Останки не похоронены. Это такое, ну, не такое же, но это тоже преступление. Это, да, это голос из-под земли. Это мы правду достали из-под земли. Это в память о тех, кто её доставал из-под земли. Счастье Субтитры создавал DimaTorzok